МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В пригороде Лесное открылся офис врачей общей практики. Добраться до Молоковской поликлиники очень сложно. И здесь мы думаем, что здесь все будет очень хорошо. В Виденовской детской школе искусств работает выставка картин преподавателей живописи. Периодически акварелью работаю, люблю технику, темперные живописи. В развилке состоялся сольный концерт победительницы девятого сезона проекта «Голос дети» Аделии Загребиной. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Медицинская помощь для жителей в шаговой доступности. В пригороде Лесное открылся офис врачей общей практики. Наша съемочная группа побывала в новом помещении. У жителей микрорайона пригород Лесное появилась возможность получить необходимую медицинскую помощь, не выезжая за пределы жилого комплекса. По адресу пригородное шоссе, дом 3, открылся офис врачей общей практики. В рамках офиса врачей практики здесь будет приема кушер-кинеколог. Кроме того, планируются выездные мобильные бригады узких специалистов, окулист, лор, хирург, врач-невролог, эндокринолог. Новое помещение осмотрела заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова. Кабинеты оснащены современным диагностическим оборудованием и всем необходимым для оказания неотложной помощи населению. Неотложную помощь получает любой гражданин, обратившийся в медицинское учреждение. Обязательно оказывается помощь, и если в этом нужна какая-то специализированная помощь, мы направляем людей в медицинские учреждения, если нужна госпитализация, и даем свои рекомендации по дальнейшему лечению. Офис рассчитан на 100 посещений в смену. Принимать будут как взрослых, так и детей. Уже сегодня здесь первые пациенты. Наталья Русинова привела внучку на консультацию к педиатру. Добраться до Молковской поликлиники очень сложно, и здесь мы думаем, что здесь все будет очень хорошо, под боком. И дети, и те же анализы, и врачи здесь намного будет удобнее. Врачи обращают внимание на важность прикрепления населения к местным объектам здравоохранения для получения медицинского обслуживания в полном объеме. На сегодняшний день в микрорайоне пригород Лесное проживает более 20 тысяч человек, а прикрепление имеет только половина из них. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Сотрудники Управления Министерства внутренних дел России по Ленинскому городскому округу вместе с представителями общественного совета при ОМВД подвели итоги муниципального этапа всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Конкурс ежегодный проводится в преддверии Дня полиции. В этот раз на суд жюри своей работы представило 9 ребят. Это дети сотрудников Ленинского ОМВД. Целью конкурса является формирование позитивного общественного мнения о деятельности полиции и повышение престижа службы в органах внутренних дел. И сегодня нам с вами предстоит нелегкий выбор. Из всех представленных работ мы выберем победителей в трех возрастных категориях. Участие в конкурсе могли принять дети от 6 до 14 лет. Разные художественные техники, буйство красок и фантазии. На бумаге то, как ребята представляют своих родителей, когда те находятся на рабочем месте. «Дети по-разному видят работу своих родителей. Кто-то, как папа, задерживает преступника. Кто-то показал работу, как мама трудится кинологом. Уже детишки понимают, насколько трудна и ответственна работа сотрудника полиции». В итоге жюри выбрало трех победителей. По одному в каждой из возрастных категорий и рисунок, который завоевал зрительские симпатии. Работу отправят в Главное управление МВД России по Московской области для участия в региональном этапе конкурса. В Видновской детской школе искусств открылась выставка работ преподавателей живописи Юлии Королевой и Ксении Мироновой. Экспозиция приурочена ко Дню художника, который будут отмечать во всем мире 25 октября. Среди первых посетителей оказалась и наша съемочная группа. Масло, акрил и пастель, пейзажи, натюрморты и архитектурная живопись. На пятом этаже детской школы искусств в Видном раскинулась яркая необычная выставка. Ее авторы – не ученики художественного отделения, как это обычно здесь бывает, а их педагоги и наставники. Ксения Миронова, к примеру, уже более 10 лет передает свои знания юным дарованиям. Одной из моих больших любовей является натурная живопись. Это всегда прекрасно, и каждый художник должен уметь работать с натурой. Например, вид на ростовский Кремль. Ростов я очень люблю, частенько туда наведываюсь и езжу. Но вот привезла одну работу из Ростова, у меня целая серия этих работ. Конечно, это русская архитектура 16 века, она вдохновляет. На полотнах есть и Можайский Кремль, и знакомые всем видновчанам трехэтажные домики с улицы Гаевского. Вся картины написаны маслом. Ксения – потомственный живописец. Она хоть и окончила легендарную строгановку по специальности художник по текстилю, творит в самых разных направлениях и стилях. Батики, например, это одна из моих любимых таких техник. Также периодически акварелью работаю. Люблю технику темперной живописи. Ну и масляная живопись, конечно, она считается более профессиональной, классической. А вот коллега Ксении, преподаватель живописи Юлия Королева, на выставке представила работы, написанные акрилом и пастелью. Я пишу всем. Я пишу акрилом, маслом, акварелью. Очень люблю сухую пастель. Больше близка тема морского пейзажа, средизменноморские пейзажи. Я очень люблю море, люблю яркие картины, поэтому я работаю в основном акрилом, таким инструментом, как мастихин, чтобы создавать такую пастозную живопись. По первому образованию Юлия дизайнер, но по-настоящему ей удалось реализоваться именно в педагогике. Вначале занималась с детьми более младшего возраста, но потом поняла, что хочу работать с более взрослыми ребятами, давать больше информации, которые сама знаю, делиться своим опытом и учить их. Выставка приурочена к Международному дню художника, который отмечают 25 октября, в день рождения Пабло Пикассо. Впрочем, русские живописцы отметят его дважды 25, а также 8 декабря. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. В детской школе искусств поселка Развилка состоялся сольный концерт победительницы девятого сезона проекта «Голос дети» Аделии Загребиной. На одной сцене с юной певицей выступили ее друзья, музыканты и творческие коллективы образовательного учреждения. Юная жительница Ленинского городского округа Аделия Загребина стала известной благодаря проекту «Голос дети». Девочка одержала победу в девятом сезоне телевизионного шоу. Детская школа искусств поселка Развилка не случайно была выбрана площадкой для первого сольного концерта Аделии Загребиной. В этом образовательном учреждении вот уже год юная певица учится на отделении скрипки. Я горжусь каждым ребенком, который учится в нашей школе искусств, потому что каждый ребенок талантлив. Аделия особенно талантлива и она нашла ту струну, которая звенит у нее ярче всего. Она прекрасно поет, она очень любит музыку. Это живой ребенок, это очень эмоциональный ребенок, это прекрасная девочка, хрупкая, маленькая, но очень работоспособная. В программе концерта – любимые композиции восьмилетней артистки, в основном из репертуара зарубежных исполнителей. Аделия признается, что на творчество ее вдохновила песня из мультфильма. «Пусти и забудь, что прошло уже, не вернуть». Вот это вот раньше было любимое, а сейчас любимая песня – это «Файдер». Приехали поддержать юную певицу ее друзья, тоже участники шоу «Голос». Ребята объединяет любовь к музыке и большие планы на будущее. Сцена – это как мой дом. Я очень свободна и люблю свое дело, поэтому я в будущем хочу стать певицей. Главный наставник и помощник Аделии – ее мама Илона Загребина. Именно она выступила в качестве продюсера и организатора сольного концерта «Дочери». Не было планов делать из нее музыканта. Просто когда видишь, что действительно имеет ребенок хороший слух, действительно и ребенок поет, попадает в ноты, развивается. И главное, что он делает то, что он хочет и любит. Тогда как бы пришлось делать из нее музыканта. Хотя не факт, что будет в будущем. С концерта в школе искусств стартует большой совместный тур с другими участниками проекта «Голос дети». Юные артисты отправятся на гастроли по городам России. Наталья Буслаева, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания.